Всем ребят, привет! Сегодня у меня очередной выпуск по чистке монет. Много задают вопросов, а подходит ли твой метод с преобразователем ржавчины для медных монет? Да, ребята, подходит. Это средство, в принципе, никакого вреда не приносит никаким монетам. И сегодня я вам покажу и расскажу, как я очищу именно медь, царскую медь. Вопросы, я думаю, здесь неуместны, портит, не портит. Вы должны знать, что ортофосфорная кислота, она никакого вреда не приносит металлу. Ну и, естественно, медь. У нас мягкий металл, многие думают, что может быть как-то воздействует, но нет. Сегодня я вам наглядно покажу, что монеты после данной чистки практически вообще никакого вреда не приносят. И монеты просто шикарные. И мы сейчас отправляемся именно в нашу мастерскую, где мы будем и чистить наши монеты. Все, думаю, будет все наглядно, понятно и вопросов будет минимум. Идем, смотрим, будет интересно. Ну, а подопытными монетами у нас будут монеты с недавно поднятого клада. Будем использовать трешечки и пятачки. Монеты хочу почистить именно этим средством, потому что на них очень отвратительный у нас налет. Неприятные такие болячки. И жалко, что неоднородная у них патина, а то можно было их оставить. Но, как вы видите, зелень проявляется противная. Очень неприятные такие болячки. Есть, конечно, экземпляры более-менее добротные, но болячки, как вы видите, все же присутствуют. И лучше их почистить до идеального состояния. И потом, при помощи искусственного метода, будем наносить патину при помощи медного купороса. В принципе, все банально и ясно, как наносится патина. Если кто не знает, могу запилить по этому случаю отдельный видос. И после нашей чистки, патины и консервации, получаются вот такие зачетные монеты. Именно медные. Приятно положить такую монетку в коллекцию и ей хвастаться со своими друзьями. Продолжаем свой процесс. Ну и конкретно, ребята, используем мы вот такой обычный преобразователь ржавчины. Продается он во всех магазинах стройматериалах. Продается даже в автозапчастях. И самое главное, чтобы в этой преобразователе ржавчины именно состав у нас был в основном из ортофосфорной кислоты. Вот он у нас, ортофосфорная кислота. И желательно, чтобы не было всяких композиций, различного рода смеси и все прочее. Чтобы именно было только содержимое ортофосфорной кислоты. И сейчас мы в нашу жидкость будем забрасывать в наши монетки. Пятачки, трешечки. И смотреть за процессом. Нужно смотреть, переворачивать. Вот. В общем, контролировать процесс. Достаточно 5-10 минут и вытаскивать, и смотреть на результат. И сейчас мы вместе с вами это будем делать. Итак, ребята, время пришлось переместиться в другое помещение. Как вы поняли, мы отправились в ванную комнату. И, естественно, это означает, что пришло вынимать наши монетки и осуществлять дальнейшую чистку при помощи содовой кашицы. То есть, сода разводится с небольшим количеством воды. И получается такая, знаете, манка. Состав именно такой. Чтобы он на пальце держался. И сейчас мы будем доставать монетки. Наши медные, царские. И будем смотреть на результат. Итак, ребята, сдаем наши монетки медные. И смотрим на результат. Достаточно такие приятные стали монеты после чистки. Вот такого вот образца. Очень чистенькие. Рельеф хороший, высокие. Не испорченные. И сейчас при помощи соды, кашицы, будем растирать то, что не доочистила жидкость. Для начала нужно монеты промыть проточной водой. И при помощи кашицы соды растираем подушечками пальцами всю поверхность монеты. Монета становится как новая. Но новые нам монеты не нужны. Нам нужен эффект старины. Нужна патина. Но патина будем наносить в другой раз. Сейчас у нас процесс чистки. И то же самое делаем с остальными монетами. Монетки в очень хорошем таком состоянии. Рельеф высокий. Незначительная часть болячек все-таки же остается. Которые очень сильно въелись. Но они заподлицо. То есть при нанесении патины они видны не будут. Вот такие вот монетки после чистки преобразователем ржавчины и чистки кашицы из соды. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском и полезной информацией. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться. Нажать на колокольчик. Поставить галочку. И ты будешь первым оповещен о появлении нового в выпуску. Итак, ребята. Чистим мы свою медь до чистого металла. Как вы видите, монеты вообще в шикарном состоянии получаются. Осталась небольшая пучка от клада. Но мы их тоже почистим. Ну а в целом медь у нас чистится именно вот таким вот способом. И она выглядит у нас достаточно приятно. Кто-то из подписчиков говорил, что клад убитый. Но я могу с ним поспорить. Клад нифига не убитый. Монеты просто в шикарном виде. Есть, конечно, экземпляры, которые затерты. Но в основном монетки в очень, очень шикарном виде. Видно все перышки, гербы и надписи. Ну и теперь вы можете сказать, что убитые. Нет. Я буду возражать до последнего. Есть несколько экземпляров, конечно, вот такого характера. Затертые временем. Ну, я думаю, когда буду наносить патину, рельеф на такие монетки немного подыму. И монетка будет выглядеть более-менее симпатично. Ну, а так, в целом, монеты в очень добротном таком состоянии. Абсолютно все классно, приятно. Небольшое количество осталось. Ну, и я думаю, на пару заходов я это сделаю и заложу. Да, кстати, ни в коем случае не вложите монетки в жидкость, накладывая друг на дружку. Вот таким вот способом. Потому что могут быть темные пятна. Вот именно в месте, где осуществляется нахлёст монета на монету. Здесь может быть потом пятно, отличающее от этого. Так что не рекомендую. Ну, а в целом, все. Сейчас буду прощаться. Ну, на этом, ребят, я и буду заканчивать свой видео-обзор по чистке медных царских монет. Думаю, все было доступно, понятно и просто. Элементарно. Берете преобразователь ржавчины, наливаете, бросаете туда монету на 10-15 минут. Больше не потребуется. Ну, в зависимости, конечно, от нароста. Бывает, что монеты окаменелые. И получается процесс чистки немножко подлиннее. Затем достаете их из раствора, промываете водой и натираете содой. Монеты становятся чистой, блестящей. Ну, а дальше, по желанию, нужно наносить патину. Либо при помощи серной мази. Это раз. Второй способ. При помощи медного купороса и марганцовки. И третий. Это патина, которая накладывается сама на собой со временем. Вы ее ложите на подоконник или же в книгу. И эта патина сама с собой будет нарастать. Процесс долгий, но этот процесс очень ценится именно коллекционерами, нумизматами и всеми, кто любит именно настоящую патину. Ну, на этом, ребята, и все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальчик кверху. Поддержите мой канал. Пишите свои методы чистки меди. Может быть, какие-то я не знаю. А пробуем вместе с вами. Ну, и все. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok